Музыка Витаем вас на телеканале Беларусь-Стры Новины культуры на календаре 12-го Кастрычника И гэтым разом в программе мы расскажем про Минский международный кинофестиваль «Листопад» Разом с князем Монако Альбером Другим С дейснем науковую экспедицию на Выспу Мадейра Пазнаемимся с анонсами проекта телеканала «Беларусь-Стры» И познаемимся с удельниками незвычайного квест-театра, что лето з'явился у беларуской столицы И гэта не все новины, что мы подректовали для вас на сёння Пачнем с анонса 28-го Кастрычника Сусветный вядомый украинский театр «Ценнел Теуллес» Прадставить у беларуской столицы спектакль «Вечная история» У его основе вядомая казка с выразными философскими акцентами И комичными ситуациями Гэтый спектакль про сучасных людей З их проблемами, поглядами на кахань, не сяброуства До речи, у постановках театра «Теуллес» Снямая незвыклых декараций не акцёров Замесь спектакля публіку чакая дзівный свет теня У оригинальнае сполучэння выдатной акробатыки Аптычных иллюзій, выразнага гуковога супроваджэння И узрушаючых відеопроэкцій Завтра до дня нараджэння беларускага паэта Вінея Міна Блажэннага Телеканал «Беларусь-Стры» падрэхтаваў Дапрагляду алтарскую программу Александра Дамарацкага «Святло далёкой зорки» Ягумеркованне про литературу И прозу, и поэзию Мужно було слухать бас конца Він не вучыўся ў аспирантуры Не ходзўў по калидорах Академии наук У ягуму інші, тяжкі, тярнисты Шлях да ведаў і до мудрости Программу «Святло далёкой зорки» Присвеченную памяти Вінея Міна Блажэннага Глядзіце завтра у 10 годин 55 хвилин На Беларусь-Стры Ну а если он такой великий Один и единственный То почему же миллионными тиражами Не издаются сборники его стихов Почему он так редко упоминается В литературных изданиях И почему на доме, в котором он жил Не установлен его барельеф Пронансуемы значную культурную падею Я кое шту в осень живе краина Говорка еде про Минске Международный кинофестываль «Листопад» Все летает он пройдет с 3-го по 10-го листопада Под слоганом «Истина, каханне и прыгажость» Гэта самая великая статусная кинопадзея Беларуси Лауратами фестивалю розной гады Становіліся Сергей Лазніца Андрей Звягинца Павел Павлюковский И іншые вядомые режиссеры Шту год у фестиваля удельничая Каля 150 фильмов С большим 45 краин свету Отбывается больш за 200 показов На 5 пляцоках Великую программу дополняют майстер-классы И ретроспективные показы Шту год листопад наведвая Да 40 тысяч глядачовых гостей Сотни краин свету Далей звернем увагу на самые гучные премьеры Бягучих аты дня Фильмы, яких долго чакали Блокбастеры и миллионичные стушки для дзятей Про все кіно-новинки У нашым наступным сюжете История Заснованная на реальных падзеях Про человека Який володал талентом Рабить гроши с поветра И он был самым юным пилотом Боинга 747 А уже праздне кальки гадов Став самым з найбагатейших Людей у Америцы Спачатку бары сил Займаўся контрабандой А потым став працаваць Отночасова на ЦРУ И наркокартэль И он зарабляў Такие велизарные гроши Што приходилася Заковать их в огороде И забивать тугими торбами Хлявы и грыжчы Закрытые праёмы Раскошные дамы И разыкованные сделки И он жил на всю катушку Аля хадзю по тонким алянзам Это Том Круз Гэта стушка Дага Лаймана Зроблено в Америцы Сценарай фильма Боў чорным списе Лепшых Неспродюсированных сценарев 2014 года Бюджет 50 млн доляров И за три дни проката У штатах Фильм сабрал 17 млн Аля аналитыки безлитасны И личит, што пасутнасті Тут нема чагу прадаваць А крамя ўделу Тома Круза Цекава, што ў перээвэт Сдымак ў проекта Бала рабочая назва Мена Конкурэнт яму ў прокате Салют 7 А ад клімашыпенкі Касмічная станция Ничаканы перастоя Адказывэт на сигналы Центра кераваня палётам Экіпаж Варатовальной экспедиции Павинен знайсти мёртвое место И ў першыню ў свете Правесці стыковку С 20 тонной глыба жалеза Махчымась, каб прадухіліць катастрофу Ціпа сілах ў дваіх Выратаваць планету Эта стушка таксамы заснавана На реальных падзеях Палёт да станцій Салют 7 У 1985-ым годзе Лічыцца самым складаным У гісторы космонавтыкі У галовных ролях Сагі Уладзіміру Довічэнкаў І Павіл Дзяравянка На падрахтовку да здымак фільма Сышло 8 месяцев У гэты часы актёры Сустракаліся з реальными Удзельніками тых падзей Касмонавтамі Уладзімірам Джанібекавым І Вікторам Савіным Бюджет стушки склав Амаль 7 мільйонов долларов На телеканалі Беларусьстры Таксама прэм'єра Мастацка публіцистычны фільм Скарына Дзяля Бога і Людзей Прысвечэнай 500 годзю Беларускага книга Друкавання Гэта не гісторычна инсталяця А театральнае аднавління падзей Глядачам прапануць доведацца Больш пра особу гуманіста Асвєтніка, доктора медыцыны І першага перакладчака Біблі На усходні славянскіх землях Заключны ў 4 серу стушки Скарына Дзяля Бога і Людзей Глядзіця заутра, а полові на 8 вечара На телеканалі Беларусьстры З грамот караля Жигемонта вядома, што На доктора Франциска падалі Па Азову два евреї з Варшавы Які стварджалі, што ён Скарына Ні сплочвая ім даўгі брата Жигемонт па невядомай прычыні Прымая бок гэтых крэдыторов І адмавляецца памілаваць Скарына Напярыды дні Дня Маці, што ў нашай країні адзнашаюцца 14-га Кастрышніка Сваім выступлэнням параду гарадзінца ў легендарны беларускі ансамбль Пісняры Некалькі пакаліні ў гараджан і вязкулцаў выросла на творчасті гэтага коліктыву Кожнае їх выступлэння гэта саправдна свята для глядачаў Малявніча ведовіща, на якое долга немахчыма забыцца Завтра ў праграмі вечара прагучаць як легендарныя шлягер ансамбля, так і новая пісні Загаловная пісня концерту «Наша любімае» Дадня Маці і православнага свята Пакроў ў Мінску выступіць сольным концертом Віка Цыганова Яя концерты – гэта цудовнае сполучэння розных вобразаў і стыляў Популярная пісні, русскія рамансы, шансон і народная класіка Завтра ў вечара і спявашка прадставіць ў живым выкананні новую праграму «Лето червоные і золотые хіты» Публіка пачуў популярны і упадабанныя пісні выканалце записаны ў розны гадай творчай дзейнасті Прыхоць ў мой дом, грункі раміны, лето червоные, офіцэры, русская гарылка, каліна червоная і многія іншая Далей звернімся ды міжнародных культурных падзей Князь Манак Альберд Рухі вырышыў прачуць, чым жыл яго знакаміт і прадзяд Недаўна у насчадак старажытнагороду адправіўся з наукова експідыццаў да Выспа Мадэйра Для вывучэння відаў, які знаходзіцца пад пагрозай знікнініння В остров Мадэйра і архіпелаг Іліяш дезертаж ў Партугалі Сталі першым прыпынкам ў трохгадовым падарожы па свеце Навукова експідыццаў князя Манака Яго знакаміт і прадаг прэнц Альбер Першы адправіўся на Мадэйру 1879-ым годзі для правядзяння навуковых даследваннів Гэты в остров займав важнае месца ў яго жыцці Безумовна, гэта вельмі эмаціональнае падарожжа Эмаціональны вопыт і махчымыць адправіцца ў тэе містіны Дзе божз за 100 гаду ў таму пабываў мой прапрадзід Альбер Першы Місія ця першній экспідыцыі Вывучыць екасістэму архіпелага Мадэйра Капутым ёй можна было больша фіктывна абараняць Тоджыве целы шэрах кітападобных Ёсць пералітныя птушкі і тюлени-манахі Які знаходзіцца пад пагрузы знігніні Аматор дайвінга, князь Альбер Другі, каже, што Далучыцца да експідыцыя, яго падагравала ізвычайна цікавнаць Я хачу доведацца більш аб марах і океянах, хачу пасагінічаць тому, каб людзі Маглі больша хвшанаваць і ведаць, тому, што абараняем і любім мы толькі тое, што ведаць Сямідісті сяміметровае яхта князя працює на зіленій енергі Яна абсталівана шасту лабораторами для даследванів З Мадэйрэй судна адправіцца да архіпілага Макаранезі, які розмішцяну в Атлантычном океяне паблізу Європы і Афрыкі Потім ў Карыбскі басейн, а ў наступным годзі накеруюцца ва ўсходні тіхоокіянскі калідор У 2019 гаду судна пабывая ў Каралавым трохвугольніку, індійськім океяне і Чорным моры Завершыцца експідыція ў Межземным моры Пратягвам наш культурный променад Завтра ў новым драматычным театру Мінску пакажуць спектакль «Калі бведаць» Фантазію на тэму п'есы драматурга Александра Астровскага «На вальніцца» Рэжысёр Сергей Куликовскі зірну на хрестаматыйну гістуру з пункту гледжання сучаснасті У новой постановці галоная героиня Катярына ўжо не старатыпны промінь святла ў тёмным царстве А яе антаганіст Кабана ў пазбавліна выключна адмовных якастя ў хатняга тырана Зараз ў кожных герой ёсті тёмные і светлые рысы, і кожных з ях па-свойму няшчасны І хоць п'еса была написанная больш за 150 гадоў таму, але ж конфликт пачуцца ў ідогу А так сама яркі і вядомые характеры герою і сёмня застаюцца близкими глядачам Яшчы одну варту у вагі постановку прапануюсь завтра Беларускі Дзержавны Маладзёжны Таатр Гэта спектакль паводля камеды Андрея Курпскага і Мішэля Баркія Марынье «Каханні у траіх» Перед глядачамі разыгрываецца вічна анэгдот пра неуклюду мужа ў спрытнага каханка і прыгажу ню жонку Герои легко выходят с самых заблытанных ситуаций и при этом поспевают ящие публику повеселить. Режиссер-постановщик спектакля Модеста Брамал. Спектакль «Каханню троих» можно бачить завтра в вечер у Белорусским Державным Молодежным Театры. У Державного музея истории белорусской литературы разгорнулася часовая литературно-документальная экспозиция «Филаматы. Идеи про 100 годзи», присвеченная 200 годзю с дня заснования тайного студентского згуртования филаматов. У Тварыства у выходзели самые талиновитые молодые люди, имены, яких пасля стали широко вядомы у свете. Гэта поэт Адам Мицкевич, фольклорист и пачинальник новой белорусской литературы Ян Чачот, поэт и громадский дедж Томаш Зан. Головная мета, якую ставили перед собой филаматы, гэта света родных окраю. Наведвальникам выставы пропануется убачить в образ тага частного студента Виленского университета, минерал, який назван у гонор геолога и минеролога Игната Дамейки, а так само творы и книги поэтов-филаматов. Проект подрихтованы суместно с Музеем литературы имя Адама Мицкевича у Варшаве. И еще кольки слов про цікавые проекты у культурным житті краины. На початку вересня у Беларуси открылся иммерсивный квест-театр «Узлом реальности». Проект на стыку театра и психологии. Команда театра совсем молодая и еще протягивая формироваться. У кожного, кто уже пришел працовать в «Незвычайный театр», своя история. У репертуары 12 классичных сюжетов. Кожный глядач без специальной эдукации может стать удельником представления. Больше подробязней про проект у нашей наступной размове. Друзья, здравствуйте. Квест-театр «Узлом реальности» предлагает себя попробовать на сцене людям, не причастным к профессиональному актерству. Какова задача проекта? Квест-театр «Узлом реальности» — это проект на стыке театра и психологии. В репертуаре квест-театра 12 иммерсивных квест-спектаклей на классические сюжеты. То есть каждый зритель является непосредственным участником, актером данного действия. Основная задача квест-театра — это чтобы участник получил три эффекта. Образовательный, терапевтический и художественный. Образовательный эффект. Зритель понимает суть и глубину произведения. Художественный эффект. Участник может сыграть ту или иную роль. И терапевтический эффект. Участник что-то осознает, переосмыслит. Какие ситуации предлагают участникам разрешить во время квест-спектакля? Квест-театр — это место для искренности. Не нужно ничего выдумывать. Мы создаем предлагаемые обстоятельства самые обычные, но, к сожалению, иногда экстремальные. Мы создаем экстремальные ситуации, в которых человек вдруг впервые начинает отвечать сам себе на вопросы. И вот здесь что такое игра? Это разговор честный, откровенный и искренний. Я, может быть, кого-то разочарую, но настоящее играет. Это когда человек пытается говорить то, что в нем действительно живет, борется. Задача ведущих квеста — создать ситуацию, в которой бы открылся сам человек. А если в нем еще не бунтует бунтарский дух, то, значит, нужно сделать так, чтобы он там забунтовал. Вы предлагаете 12 спектаклей. Должны ли участники знать сюжет постановки и бывают ли повороты в сюжете? У нас был уже вариант, когда в Троянской войне мы спасли людей. Я тогда играл Гектора, а вы взяли на себя роль жены Гектора. И Гектор в этот момент пытается вступиться за своего брата, выйти боем на противника. Дальше был какой-то монолог, изобилующий аргументами. И через пару минут я понял, что для меня пропало лицо Всеволода, для меня пропал его голос. Я просто видел образ женщины, которая, жертвуя собой, защищает свою семью. Троянская война не случилась. Не было ничего, чтобы я смог противопоставить сказанному. 12 классических постановок. А почему именно они выбраны? 12 сюжетов — это история, если читать ее от начала, она в такую определенную сюжетику сложится, как через жернова духа человек идет, и он приходит в мир гармонии. Начиная от простого к сложному. И вот этот прием дает возможность человеку, пройдя сквозь огонь, воды и бедные трубы, создать принцип организации его внутреннего мира. Спасибо вам большое. Желаю развития вашему проекту и новых благодарок не только зрителей, но и участников. И пока это все, что мы поспели вам рассказать. Познавайте больше разом с нами, поддерживайте культуру и заставайтесь на Беларусь-Стры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова